Игромания представляет Начались продажи четвертой части Fallout. Нас ждет исследование огромного открытого мира, множество квестов с разными вариантами прохождения, гибкая система развития персонажа и улучшенные бои. Местом действия на сей раз стал Бостон и его окрестности. А главной проблемой — нашествие искусственных людей, синтов. На Xbox One вышел приключенческий боевик Rise of the Tomb Raider. На сей раз Лара вступает в противостояние с секретной организацией Trinity, которая ведет охоту на древние сокровища и не терпит конкурентов. Полем боя между молодой расхитительницей гробниц и агентами Trinity станет Сибирь, где они на перегонки ведут поиски легендарного Града Китиш. На персональных компьютерах и PS4 игра тоже выйдет, но только в следующем году. Добрался до релиза третий эпизод StarCraft II. В нем центральная роль отведена расе протасов. Главным героем выступает Артанис, который призван защитить сектор Карпулу от таинственного и невероятно могущественного существа Амуна. Помимо грандиозного финала трилогии, нас ждут новые войска в мультиплеере, кооперативные миссии и режим Архона, в котором одной базой могут управлять сразу два игрока. Подоспело третье приключение для Hearthstone. Оно носит заглавие Лига Исследователей и предлагает отправиться в древние руины на поиски сокровищ и сражений с могучими боссами. Новые сражения можно открывать как за реальные деньги, так и за игровое золото. Вдобавок коллекция карт пополнится 45-ю новыми экземплярами. На консолях компании Nintendo вышла новая игра от одного из отцов-основателей серии о Сонике, Юдзи Нака. Новая игра знаменитого программиста и гейм-дизайнера озаглавлена Rodeo the Sky Soldier и посвящена приключениям кибернетического воина Родео, который должен защитить летающее королевство от нашествия армии машин. С портативных устройств на персональные компьютеры перебралась юмористическая стратегия Evil Defender. В ней, как и намекает название, мы возглавим силы зла и будем возводить всевозможные защитные укрепления, чтобы защитить свои земли от нападений врагов. Лидер прошлой недели Fighting WWE 2K16 на этой неделе замыкает первую пятерку. Продажи сократились в четыре раза. На четвертую строчку опускается FIFA 16. Розничные продажи перемахнули за 7 миллионов экземпляров. Бронзу завоевывает Assassin's Creed Syndicate. После трех недель суммарный тираж в рознице приближается к 2 миллионам копий. На второй позиции дебютирует Need for Speed. Версия для PS4 продается в рознице значительно лучше Xbox One. А на первом месте триумфально стартует Call of Duty Black Ops 3. За первые 72 часа с момента релиза шутер принес своим создателям 550 миллионов долларов. В Activision уже поспешили объявить старт Black Ops 3 самым успешным запуском развлекательного продукта за 2015 год. Цифровые продажи боевика выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в свое время первая часть Black Ops взяла рубеж в полмиллиарда долларов всего за одни сутки. Пятерку эксклюзивов вторую неделю подряд замыкает Forza Motorsport 6. Animal Crossing Happy Home Designer также удерживает завоеванные на прошлой неделе позиции и остается на четвертой строчке. The Legend of Zelda Triforce Heroes оставляет за собой бронзу. Uncharted Nathan Drake коллекция сохраняет вторую строчку пьедестала. Спустя месяц после релиза розничные продажи оцениваются в 900 тысяч копий. Несмотря на серьезные падения продаж, Halo 5 Guardians продолжает возглавлять чарт-продаж и серьезно опережает всех ближайших преследователей. На этом все. Играйте только в лучшее!